Стремиться к лучшему, встречать утро с комфортом и быть уверенным в завтрашнем дне. Провести с близкими и любимыми самые счастливые моменты, радоваться жизни и бережно хранить эти мгновения. Ведь семья – это самое дорогое, что у нас есть, и она достойна лучшего. Группа компаний «Солерс». Это «Город сегодня». Здравствуйте. Дважды год в Казахстане проходит неделя моды. В Алматы уже более 10 лет, в Астане не так давно. И вслед за такими столичными центрами фэшн-индустрии интерес к модным тенденциям приходит и в октябре. Выбор одежды, обуви, украшений в многочисленных магазинах сегодня предостаточно. Но найти свой стиль совсем непросто. А чтобы быть единственным в своем роде, не обойтись без совета профессионалов. Имена отечественных мастеров-модельеров с каждым годом становятся популярнее. Куралай Нуркадилова, Аида Кауменова, Саида Казихан. У них одеваются не только звезды шоу-бизнеса, но и политики и чиновники. Если раньше завоевать признание можно было только после того, как заявишь о себе где-нибудь в Париже, Милане или Москве, то благодаря казахстанским неделям моды работы отечественных дизайнеров все чаще видят на родине. В октябре тоже есть уникальные мастера, причем сохраняющие национальный колорит, орнаменты, традиции ручной работы. Так, платья, не только придуманные, но и изготовленные в студии Маляки Дюсенбаевой, были с восторгом встречены в Астане. Сегодня в нашей студии известный дизайнер Маляка Дюсенбаева, один из организаторов модного показа в нашем городе, называется он World Fashion October. Приветствуем, Маляка. Здравствуйте. Расскажите, что это будет за показ и кто будет представлен, модели точнее. Модели, сами модели предоставляет Санбель, модельное агентство. А бренды, это будет около семи брендов. Это модные бутики, Гланс, модная одежда в октябре, Ябуду, парфюмерия наша, Есей. И бренд, тоже казахстанский бренд, Дарья, это одежда для будущих мам. Маляка, есть ли в октябре достаточно дизайнеров одежды, изготовителей, чтобы отвечать вообще спросу? Ну, я бы не сказала, что нет. Есть, есть много молодых дизайнеров, которые стремятся из нашего города, уезжают они добиваться больших столиц, больших городах. Но те, кто остается, развивают моду в нашем городе. Маляка, вы уже нашли свой спрос? Конечно, давно. Мне легко, потому что этим занималась моя мама, и я продолжила просто это дело. Вообще, откуда пришла идея создавать одежду в национальном стиле? То есть поколение в поколение передалось мне. В четвертом поколении все мои предки, бабушки, и с маминой стороны, и с папиной стороны занимались национальной одеждой. А куда мне деваться? Пришлось ли этим заниматься? Пришлось. Вот еще вопрос следующий. Городская мода – это стандарт, что продают, то и все и носят, да? Как при этом выглядеть оригинально и отличиться? Ну, чтобы отличиться, нужно просто иметь свой стиль. Главное идти по последней тенденции моды, какие-то тренды. Кому-то идет новый тренд, кому-то нет. Просто иметь свой стиль, и ты всегда будешь выглядеть на все остальные. Маляка, что самое сложное в вашей работе? Ничего. Потому что моя работа – это мое хобби. Я ее люблю, я занимаюсь любимым делом. Маляка, откуда вообще приходят идеи создавать и творить? Наверное, это свыше. Что-то свыше. Вдохновляешься всем, смотришь фильмы, смотришь на мировых дизайнеров. Оттуда, конечно, мы чуть-чуть берем, потому что мы не должны от мировой моды никак отставать. Вы часто также уезжаете и смотрите, и участвуете в других показах? Обязательно. Обязательно. Расскажите, как удается найти в плотном графике время и все-таки посмотреть на других? Ну, честно признаюсь, когда плакать хочется от того, что времени не хватает. Хочется. Ну, тут я и мамой, и дочкой, ну, все семейное, и здесь и работа. Ну, приходится, когда надо, когда хочется, всегда время найдется. А вообще вас вдохновляют показы Fashion Week в других городах? Очень вдохновляет. Действительно, оттуда на Fashion Week выступают очень известные дизайнеры. И, естественно, там своя энергетика, оттуда и питаешься этой энергетикой, чтобы поделиться уже в нашем городе, в нашей республике. В чем отличие ваших работ именно в национальном стиле от других дизайнеров? Ну, я иду больше по современному стилю, в современное лекало, но в национальном колорите. Потому что если полностью отпустить традицию, то вообще костюм потеряется. Полностью там быть традиционным. Девочки хотят быть тоже современными и модными. Поэтому мы делаем микс современный и национально-традиционный. Хорошо ли реагирует на этот микс аудитория, которая к вам приходит? Очень хорошо. Очень хорошо. Все восхищаются. Даже приезжают, если даже проходят мимо моего бутика, приезжают из-за границы, из Парижа. Приезжали из Италии. Ничем не отличаемся, не отстаем. Пока модные показы проходят в небольших залах на определенную аудиторию. Планируется ли в будущем охватить еще больше людей, чтобы все видели, вот есть модели, и это не просто модели, вот есть одежда, и это не просто одежда? Так, конечно. Это наш первый маленький шаг. Мы думаем, мы достигнем большего, будем идти, стремиться, потому что есть куда расти, и думаю, мы на этом не остановимся. В нашей сегодняшней беседе вы сказали, что многие дизайнеры, которые начинают в Ак-Тюбе, они уезжают в Алмату, в Астану, кто-то даже за границу. А как вы думаете, стоит ли действительно уезжать, или действительно нужно поднимать моду Ак-Тюбе? Я пыталась уезжать, я пыталась работать в Алматы, в вашем городе. Почему-то мне хочется сначала здесь показать себя, а потом уже всему миру. Ну, не забывай же свой родной город. Если все уедут, кто будет здесь? Маляка, так что же посоветовать людям, которые хотят найти свой стиль? Это следить за модой, ходить на наши показы. Мы будем, по крайней мере, два раза в год показывать новые тенденции моды. Ну, это девушки, а как быть мужчином? Мужчинам тоже. Спасибо, Маляка, что уделили время и пришли в нашу студию. Хороших показов и новых идей. Спасибо и вам. Времена, когда все выглядели одинаково уныло, к счастью, давно прошли. И для того, чтобы быть модным, не обязательно иметь много денег и покупать самые дорогие вещи. Пусть в нашем городе будет больше самобытных мастеров, которые помогут нам найти индивидуальность. Но в завершении хочу вам пожелать крепкого здоровья. Делитесь информацией на сайте Рика ТВ, а также в социальных сетях. Город сегодня всегда рядом с вами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин